МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. Для вас работает Саят Балмакаев. В начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В регионе продолжается подготовка к паводкому периоду. Из населенных пунктов вывозится снег. Однако работа в этом направлении все еще не завершена. Этому вопросу областные власти уделяют особое внимание. Карагандинские артисты вернулись с международного фестиваля в Умани. В середине марта на Аравийском полуострове проходил всемирный фестиваль танца и музыки. В Караганде прошли традиционные соревнования по мини-футболу. Спортивное состязание было организовано жителями села Томар Каркар-Каралинского района. В регионе продолжается подготовка к паводковому периоду. Из населенных пунктов вывозится снег. Однако работа в этом направлении все еще не завершена. Это и многое другое обсудили на аппаратном совещании в областном Акимате. В настоящее время особое внимание уделяется работе по вывозу снега. Заместитель Акима области по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и чрезвычайных ситуаций и вовсе предложил внести изменения в правила благоустройства, чтобы увеличить ответственность предпринимателей. Также хотел бы сказать, что нам необходимо внести правила благоустройства, соответствующиеся изменениям, потому что там распространено все написано. Необходимо активизировать работу по вывозу снега с субъектами бизнеса. Мы об этом уже разговаривали. Сейчас мы эту работу проведем и правила внести соответствующие изменения, чтобы активизировать эту работу. Глава региона поручил местной полицейской службе принимать меры, а не ограничиваться предупреждениями в отношении физических и юридических лиц. В областном центре для организации заблаговременного вывоза снега работают 34 мобильные группы. Это и сотрудники Акимата, и стражи порядка. Акимобласти Ерлан Кушанов призвал не доверять благоприятным прогнозам Казгидромета и не расслабляться. Проблемы есть. По нашим прогнозам ситуация будет хуже, чем в прошлом году. Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям отметил, что объем снега в этом году намного превышает прошлогодний, а паводковые проявления начнутся уже в предпраздничные дни. Паводковые проявления начнутся, как я ранее говорил, с 20 марта уже, но активная фаза где-то в 5 апреля. К этому времени все мероприятия мы должны уже завершить и быть готовы. Во всех населенных пунктах возведены защитные валы и дамбы. В скором времени Акимобласти начнет облет. Наибольшую опасность представляет русло реки Нура. Глава региона в который раз подчеркнул, что в этом году ни один дом не должно затопить. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов и министр индустрии Роман Скляр раскритиковали фирму, которая работает на автодороге Тимиртау-Караганда. Во-первых, затянулись сроки. Во-вторых, подрядчики допустили брак, из-за которого участок нового дорожного полотна сразу же покрылся трещинами. Подрядная фирма Сейсер должна в контрактный срок в этом году переделать работу за собственный счет. Иначе предприятию грозит попасть в черный список. Об этом предупредил министр индустрии инфраструктурного развития Роман Скляр. Напомним, бетон стал лопаться через год после укладки, а причины дефекта пришлось выяснять с помощью георадара. Строительство шестиполосной трассы протяженностью почти 16 километров планируют завершить до конца года, хотя обещали сдать еще два года назад. В этом году мы планируем до конца текущего года полностью закончить уже до конца участок Дакара-Ганды, включая обход полностью, включая и северный, и восточный обходы. График производства полностью есть. Подрядчики идут согласно графике производства работы. Отставания нет, но я думаю, проблем не будет, до конца года сдадимся. Отработали полностью с подрядчиком, он будет все за счет своих стрессов полностью устранять. График устранения есть. Как только погодные условия позволят, он сразу приступит уже к устранению. Кроме того, с этого года начнется реконструкция участка автодороги Караганда-Балхаш протяженностью 363 километра. В целом реконструкция обойдется в 243 миллиарда тенге. Планируется, что проект будет реализован поэтапно до 2022 года. Во время посещения Тимиртаусского электрометаллургического комбината обсуждался проект по развитию предприятия. Ориентировочная его стоимость составит 5-7 миллиардов тенге. На комбинате планируется строительство новой печи. Это позволит увеличить производство ферросплавов в два раза и расширить линейку продукции. Министр пообещал, что предприятие сможет воспользоваться инструментами государственной поддержки. Роман Скляр также посетил научно-производственный холдинг «Фитохимия» и карагандинский фармацевтический комплекс. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинские артисты вернулись с международного фестиваля в Умани. В середине марта на Аравийском полуострове проходил всемирный фестиваль танца и музыки. О репертуаре ансамбля и арабском гостеприимстве рассказали в ходе пресс-конференции. В столице султана Тауман в течение пяти дней выступали коллективы таких стран, как Грузия, Палестина, Сербия, Новая Зеландия и Мексика. Казахстан представили фольклорный ансамбль «Аркас-Азэ» и фольклорно-хореографический ансамбль «Арку». Участие карагандинских артистов в столь масштабном фестивале можно назвать мощной пропагандой наших культурных ценностей на мировой сцене. Заслуженный деятель Республики Казахстан Рымбалау Марбекова отметила, что наши артисты влюбили в себя всех доедино. Мы выступали первым номером. Ансамбль «Аркас-Азэ» покорил всех, исполнив кьюи. Было слышно звучание каждого инструмента. Наши танцоры также не подвели. Они красиво станцевали и меняли костюмы перед каждым выступлением. Во всем чувствовались национальные мотивы. Публика очень тепло приняла наших артистов. Восхищение выражали и коллективы других стран. Безупречное выступление не оставило равнодушными как организаторов, так и зрителей концерта. Карагандзинских артистов пригласили и на другие международные конкурсы и фестивали. Мы во время выступления, во время этого мероприятия получили множество приглашений. Потому что все были в восторге от казахстанской группы. От красоты наши костюмы, наши номера, наши произведения, когда там игрались. Все стоя хлопали, аплодировали стоя, потому что это было очень красиво, очень трогательно. В Маскате Казахстан представила делегация из 30 человек. Артисты несказанно рады выступлению в Королевском оперном театре «Умана», где довелось выступать и таким легендам, как Андрео Бачелли и Пласидо Доминго. Члены делегации – благодарный руководству области за поддержку. Впереди карагандинский ансамбль ждет еще немало мировых сцен. Торжан Лянов, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В стенах Карагандинского государственного университета отметили 60-летний юбилей доктора филологических наук профессора Беррика Рахимова. В рамках мероприятия состоялась научно-практическая конференция на тему проблемы исследования духовного наследия. Коллегиальное собрание научно-практической конференции прошло в 39-й гимназии имени Жумабаева. Здесь были рассмотрены 109 статей на тему проблемы исследования духовного наследия. А торжественная часть конференции продолжилась в Карагандинском государственном университете. Мероприятие приурочено к 60-летию доктора филологических наук профессора Беррика Рахимова. Сегодня у нас на факультете большое торжество. Наш коллега, с которым я работаю очень долгие годы, Берик Сирикпавич Рахимов, проходит конференция, посвященная его юбилейной дате. Мы от всей души поздравляем Берика Сирикпавича и хотели бы, что он еще долго и долго был рядом с нами, продолжал свою плодотворную работу на кафедре, потому что за те многие годы, которые он работает, он воспитал огромное количество выпускников, которые сейчас работают буквально, можно сказать, по всей республике. Научный путь Беррика Рахимова довольно обширен. Он автор нескольких книг, многочисленных трудов, а также выдающийся исследователь казахского фольклора. Сегодня Берик Сирикпавич является почетным профессором кафедры казахской литературы филологического факультета. Чтобы поздравить юбиляра, в Карагандинский государственный университет приехали множество его единомышленников из разных городов. На мероприятии также присутствовал учитель-наставник Берика Сирикпавича Шакиры Браев. По словам учителя, он все еще помнит тему диссертации своего ученика. Я знаю Берика Рахимова более 25 лет. Я был его научным руководителем. Тогда он учился в Алматы. Его диссертация называлась «Поэтика и типология казахских исторических эпосов». На эту тему он провел множество исследований на протяжении всей своей жизни. Я рад, что человек, который когда-то был моим учеником, сегодня является мастером своего дела. Стоит отметить, на конференции участвовали не только студенты, но и ученики школ. Авторы лучших работ были награждены дипломами и благодарственными письмами. Мульдиржа Канжасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде состоялись традиционные соревнования по мини-футболу. Спортивное состязание было организовано жителями села Томар Каркаролинского района. В этот раз мероприятия приурочили Году молодежи. На Спартакеаде участники состязались по мини-футболу. Они были разделены на 8 команд. В каждой команде играли по 10 человек в зависимости от правил. Один из организаторов Сергазы Бакеев является первым тренером спортсменов, вышедших из села Томар. У него самого имеется множество спортивных достижений. На сегодняшний день Сергазы Бакеев – кандидат в мастера спорта по боксу. По его словам, главная цель данного мероприятия – привить молодежь к здоровому образу жизни и поднять дух патриотизма. В нашем селе выросло много личностей, добившихся определенного успеха в спорте. Особенно у нас развит футбол. Сегодня участники также будут состязаться в этом виде спорта. Мы приготовили для них кубки, грамоты и специальные призы. В этом году наше мероприятие стало более обширным. В мероприятии приняли участие более ста жителей села. Все они победители и призеры олимпиад и различных спортивных конкурсов. А обязанности судзи исполнили преподаватели факультета физической культуры и спорта Карагандинского государственного университета. Сегодня для нас очень ответственный день. Всем спортсменам желаю удачи. Особую благодарность хочу выразить нашему тренеру и всем тем, кто причастен к организации этого мероприятия. Напомним, данная спартакиада проводится уже второй год. Организаторы намерены поднять это мероприятие до областного, а затем и из пуликанского уровня. Мольдир Нурланг Зайдын Жакана Андрей Тимофеев. Первый карагандинский. 11 заброшенных шайб наблюдали в болельщике в четвертом матче серии между Сарыаркой и Нефтяником. Победителем из этой перестрелки вышли хозяева льда. Сарыарка сравняла счет в серии и гарантировала болельщикам еще одну игру в Караганде. Стартовая 20-ти минутка получилась сверхрезультативной. Счет в матче был открыт уже на второй минуте. Молодой карагандинский нападающий Александр Борисевич стал автором первой заброшенной шайбы. После пропущенного гола гости активно пошли вперед и быстро восстановили равенство в счете. Но уже на восьмой минуте Сарыарка получила численное преимущество. Карагандинской дружине потребовалось всего 17 секунд, чтобы наказать соперника за нарушение правил 2-1. Но уже через несколько минут Нефтяник сравнивает счет, а следом забрасывает в ворота Сарыарки третью шайбу. В концовке периода хозяева льда получили очередное численное преимущество и смогли реализовать его за 4 секунды до сирены. 3-3. 6 заброшенных шайб за 20 минут игры. Во втором периоде команды продолжили голевую феерию, забросив еще 4 шайбы. И тут Сарыарка проявила характер, дважды сравнивая счет в матче. Героем стал Артур Сарваров, два раза поразивший ворота галкипера Нефтяника. Сложно было предположить, что и заключительный период получится столь же результативным. Обе команды понимали цену ошибки и старались проще действовать в обороне. Все решила одна заброшенная шайба, автором которой стал Олег Ломако, практически в упор расстрелявший ворота Нефтяника. Финальная сирена прозвучала, когда на табло горело 6-5 в пользу хозяев льда. По самоотдаче и желанию команде претензий нет. Подвела нас дисциплина, слишком много удалений, за которые соперник нас наказал. Играем в миштябре. Разберемся через два дня. Снова бой. Дома. Наверное, по сценарию такой непредсказуемый, можно сказать, даже такой сумасшедший матч. Матч, наверное, атаки, матч большинства. Но тема хорош плов, что он непредсказуемый. И сценарий игры может быть разный. То есть его тяжело предугадать. Но я рад, что мы с честью вышли с этой игры. То есть выиграли этот матч. Серия начинается с нуля. Готовимся в Альметьевске. Ребятам, болельщикам большое спасибо. Сыра Аркас равняла счет в серии и гарантировала болельщикам еще одну игру в Караганде. Серия продолжится в Альметьевске, где 20 марта состоится пятый матч серии 1-4 финала Кубка Петрова. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости к этому часу. Если у вас есть интересная и полезная информация, звоните нам по телефону 420649. Телеканал Первый Карагандинский. Пусть ваши новости всегда будут хорошими. Субтитры создавал DimaTorzok